добрый день с вами алексей колчин и канал gt класс и сегодня мы поговорим о том чем различаются физиологическая работа и работа в механике как это понятие употребляют физики и вот начнем мы с простого примера стоит банка с дробью на опоре ну и понятно что со стороны опоры на банку действует сила реакции которая не дает банки провалиться дальше но с точки зрения физики работа опоры при этом равна нулю потому что механическая работа это произведение силы на перемещение а банка неподвижно и не перемещается а теперь я попробую взять эту банку так чтобы она была неподвижна на вытянутой руке буду держать но при этом я затрачиваю вполне определенные усилия и с точки зрения своих ощущений я не могу сказать что работа моя равна нулю ну и вы видите что по мере того как моя рука устает она начинает дрожать и банка ходит вверх вниз а все дело в том что когда я удерживаю банку мышцами руки а это мышцы поперечно полосатый то волокна этих мышц они попеременно расслабляются и сокращаются они не могут застыть в неподвижности зафиксироваться и превратить мою руку в неподвижную опору и каждый раз к ним поступают нервные импульсы которые заставляют их сокращаться но конечно при этом часть волокон находится в расслабленном состоянии а часть при этом напряжены и удерживают банку при этом на для того чтобы волокна сокращались тратится химическая энергия а дальше возникает такой вопрос ну хорошо вот химическая энергия тратится сейчас в моих мышцах а механическая работа при этом равна нулю банка неподвижно ну или почти неподвижно но при этом мы же знаем что существует закон сохранения энергии физики и спрашивается а куда на на что идет вот эта химическая энергия которая тратится в мышцах ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на youtube